Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии Чернышов Дмитрий Викторович, заместитель губернатора Иркутской области, руководитель аппарата губернатора Иркутской области. Дмитрий Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. И хочу сказать, давненько мы с вами не встречались, и поговорить, что называется, есть о чем. Но давайте начнем вот с такой, что ли, или с такого, что ли, вопроса. И для вас и для меня не секрет, что отношения между предыдущей администрацией области и администрацией района и города, когда еще был муниципалитет, ну, так мягко выражаясь, не совсем складывались. Вот интересно, что сейчас? Если можно, расскажите о взаимоотношениях региональной власти и руководства Ангарского округа. В каких вопросах сегодня есть полное взаимодействие? И в каких вопросах, если не секрет, есть какие-то разногласия, если таковые, конечно, имеются? Ну, знаете, Анатолий Алексеевич, хотелось бы начать с того, что задача власти региональный, это уровень, или муниципальный. Основная задача – это улучшение качества жизни жителей, муниципального образования или жителей, так сказать, всей области в целом. Безусловно. Ну, да, нужно исходить прежде всего из этого, из этого посыла, из этой задачи. Мы все прекрасно понимаем, что полномочия областной власти, региональной, муниципальной власти четко отрегламентированы в соответствующих федеральных законах. Собственно, они не пересекаются. Мы знаем, что уровень местного самоуправления отделен от уровня государственной власти, от федерального и от регионального. Но, тем не менее, это не мешает, а наоборот, на мой взгляд, должно способствовать взаимодействию местных властей и региональной власти. Что касается взаимодействия, ну, конкретно, что называется, с руководством, с администрацией Ангарского городского округа, ну, я думаю, что лучшим примером взаимодействия будет, конечно, реализация тех программ, которые совместно местная власть и региональная реализовала на территории города Ангарска в 2016 году. И какие планы у нас, значит, зафиксированы, в том числе и в проекте областного бюджета, который, как вы знаете, буквально в среду был принят депутатами законодательного органа Иркутской области в первом чтении. Давайте сначала о том, что было сделано в течение 2016 года, поскольку новая команда губернатора и правительства работает, вы знаете, год. За год реализовать всего того, что, так сказать, и достичь всех тех задач, которые ставят перед нами жители области и жители Ангарска, в частности, ну, наверное, невозможно, но все-таки я постараюсь такими основными крупными мазками показать те мероприятия, которые уже были реализованы. Ну, во-первых, хотелось бы сказать про такую застарелую, что ли, так сказать, проблему, это ДК Лесник. Я еще когда работал заместителем главы города Ангарска, неоднократно посещал, значит, Китай, поселок Китай, и, значит, вот обращения жителей Китая касались в первую очередь, наверное, там проблемы с электроснабжением были, но, тем не менее, капитальный ремонт ДК Лесник, который был закрыт, и ни ребятишки, ни общественники не могли заниматься, так сказать, на территории этого Дома культуры. На сегодняшний день работы там по, значит, установке коммуникаций завершены. Значит, областной бюджет в 2016 году выделил порядка 14 миллионов рублей на эти цели. Я думаю, что ДК Лесник у нас заработает в ближайшее время в полной мере. Далее, значит, в этом году вы видите, что на территории города Ангарска активно, значит, ремонтируются дороги. Иркутская область из областного бюджета выделила городу Ангарску 150 миллионов, 150 миллионов или 155 миллионов рублей в качестве бюджетного кредита. То есть, это та помощь практически безвозмездная с минимальным, так сказать, процентов, которая в течение трех лет может использовать та или иная территория, в частности, город Ангарск, с последующим возвратом. Это позволило местной, значит, власти активно откапиталить, по-моему, более 2000 квадратных метров, значит, дорог на территории города Ангарска. Дальше. Проблема, значит, поселка Саватеевка. Помните, застарелая проблема – это теплоисточник котельной Саватеевки. Да. На сегодняшний день на 82% завершены работы по первому этапу. Это замена котла, одного котла и дополнительного оборудования. Значит, я знаю, что разыгран конкурс на второй этап, замена второго котла. Это где-то порядка, совокупно порядка 10 миллионов рублей выделено было из областного бюджета. Далее, значит, плоскостные сооружения, спортплощадка и корт, опять-таки, в поселке Саватеевка. По-моему, на сегодня назначено открытие многофункциональной спортивной площадки. То есть, это те территории отдаленные, которые входят в Ангарский городской округ, которым нужно было уделить внимание. И мы им внимание уделили. В том числе области и местная власть. Я могу дальше продолжать. Есть еще несколько, так сказать, таких знаковых мероприятий, которые мы реализовали. Ну, например, завершение строительства детского сада на 220 мест в 32-й микро-районе. Общий объем финансирования 165 миллионов рублей. Значит, в прошлом году областная власть выделила 50 миллионов, в этом 32 миллиона. В декабре намечено открытие детского сада. Есть еще другие мероприятия. Они как раз очень хорошо демонстрируют взаимодействие сегодня областной власти с местной властью. И те мероприятия, которые мы пытаемся и финансируем из областного бюджета. Ну и о планах. Я уже сказал, что принят бюджет на 17-е планы в 18-е и 19-е годы в первом чтении. В этом бюджете по городу Ангарску запланировано следующее мероприятие. Это строительство, завершение строительства школы в 7-м микро-районе. Сколько там? 20 лет, по-моему, настоит в таком состоянии. Больше. Это строительство поликлиники в поселке Мегет и ряд других мероприятий, касающихся капитальных ремонтов, учреждений здравоохранения и образования, которые относятся к областной собственности, но находятся на территории города Ангарска. Общая сумма запланированного финансирования из областного бюджета на мероприятия в городе Ангарске 600 миллионов за 3 года. Где-то по 200 миллионов в год. Для сравнения я вам могу сказать, что в 2014 году город Ангарск получил бюджетных инвестиций на 73 миллиона рублей, в 2015 на 150 миллионов рублей, в 2016 году, когда пришла новая команда губернатора, 203 миллиона рублей. С последующей динамикой, о которой я вам сказал, сохранение этих объемов бюджетного финансирования из областного бюджета города Ангарска. Понятно. Дмитрий Викторович, вы перечислили в основном плюсы. Я ведь вас спросил, а есть ли минусы? Вот хотелось бы повторить этот вопрос. Есть ли все-таки сегодня какие-то проблемы, где недопонимание между нашей городской администрацией и областной? Вы знаете, при любом работающем механизме всегда есть сбои, есть проблемы. Ну, наверное, не секрет, что идеально вообще в мире ничего нет. Могу сказать, что, на мой взгляд, я бы хотел порекомендовать мэру города Ангарска еще плотнее взаимодействовать с областной властью. Я, как должностное лицо, которое отвечает за работу с территориями, с муниципальными образованиями в команде губернатора, могу сказать, что двери моего кабинета всегда открыты для всех мэров. Что касается мэра города Ангарска, то, по-моему, один раз он у меня был залит. Хотя мэры других территорий и несколько раз в неделю бывают со злободневной проблемой. Может быть, Ангарска более самодостаточный, может быть, в этом причина, что называется. Потому что очень много дотационных муниципальных образований на территории города, на территории Иркутской области. И у кого-то там нормативный запас угля снижается, у кого-то там проблемы с оплатой коммунальных услуг энергетикам. И с этими вопросами, так сказать, мэры приходят ко мне. Может быть, у Ангарска просто меньше проблем, в этом причина. Ну, я бы, конечно, рекомендовал более тесно, более оплотно заниматься с областной властью. Ну, вот при всей нашей самодостаточности есть такая заскорузлая, как говорят, проблема, проблема льготников. Пилот провалился. Что дальше? Как все-таки она будет решена, эта проблема? Есть у вас виднее решение? Ну, вы знаете, я бы не был так категоричен, сказав о том, что пилот провалился. Пилотный проект сегодня переживает некоторые трудности, скажем так, с продолжением его реализации, я так помягче скажу. В планах областной власти сегодня внедрить систему электронного проездного билета на территории крупнейших муниципальных образований Иркутской области. Это Иркутск, это Братск. Значит, в Ангарске этот проект уже начал работать. Шелихов готовится к реализации этого проекта. В Уссуле он работает. Еще Устилинск попадает сюда. Я вам открою, так сказать, небольшой секрет, буквально на протяжении последнего месяца я провел несколько совещаний заинтересованными лицами для того, чтобы представить пакет предложений губернатору Иркутской области по полному охвату этим проектом территории Иркутской области, в первую очередь крупнейших муниципальных образований. Буквально в понедельник мы положим на стол губернатору свои предложения. Если они будут утверждены, то я думаю, что к реализации будут отписаны представители правительства, и правительство начнет их реализовать. Ни в коем случае не планируем сворачивать этот проект. Кстати, вы правильно сказали, здесь взаимодействие региональной и местной власти, оно очень важно. Анатолий Алексеевич, вы очень правильный вопрос задали и подняли правильную проблемку. Почему? Потому что сегодня субсидирование льготных категорий пассажиров, их проезды, это обязанности областного бюджета. А, например, утверждение маршрутов, их протяженности, количество подвижного состава тех или иных переводчиков, это полномочия местной власти. Утверждение тарифа на перевозку пассажиров внутригородские и пригородные, это полномочия местной власти. Поэтому здесь без взаимодействия эту проблему не решишь. А проблема комплексно должна решаться, а не отдельными мероприятиями. Ну хорошо, вот вы уже упомянули о принятии бюджета в законодательном собрании в первом чтении. И все-таки, вот не секрет, что экономическое положение в области, если и ухудшается, то, конечно, не такими темпами, как нам хотелось бы. И в этой связи бюджет ожидает, наверное, некоторое сокращение. Вот в этой связи хотелось бы знать, не ждет ли существенное сокращение бюджета, не пострадают ли социальные программы, скажем, поддержка незащищенных слоев населения. Что-нибудь в этом плане можете сказать? Да, конечно, конечно. Ну давайте начнем с того, что в первом чтении при принятии бюджета приняты основные параметры бюджета. Это доходы, расходы и дефицит. Давайте начнем с них. А на сегодняшний день доходы бюджета налоговые и неналоговые и с учетом межбюджетных трансфертов с федерального бюджета составляют 101 миллиард рублей. А расходы 110 миллиардов рублей. Путем простого подсчета можно подсчитать, что дефицит областного бюджета сегодня порядка 9 миллиардов рублей. То есть это те расходы, которые сегодня не обеспечены финансированием, не обеспечены доходной частью бюджета. Но при этом хотелось бы отметить, что в текущем году по собственным налоговым и неналоговым доходам Иркутская область дала положительную динамику. Почти на 20% у нас увеличилась собираемость собственных налогов по сравнению с 2015 годом. Это значительная цифра. Это значительная цифра. Мы по этому показателю в Сибирском федеральном округе на первом месте сегодня. И 12-й в Российской Федерации. Это такое значительное, что называется, значительное достижение. Понятно. Дмитрий Викторович, я знаю, что вы сегодня приехали в Ангарск не только для того, чтобы в телекомпании побывать и на этой беседе поприсутствовать, но главным образом на встречу с общественными организациями Ангарского городского округа. Какие темы и почему требует сегодня внимания со стороны региональной власти к общественным организациям городского округа? Вы знаете, Анатолий Алексеевич, отвечая на этот вопрос, я продолжу отвечать на предыдущий. Я не ответил полностью на ваш вопрос, когда вы мне задали его в той части, а сократятся ли социальные расходы бюджета. Я хочу сказать, что сегодня в проекте бюджета предусмотрены по программам, по-моему, у нас 17 программ государственных. Финансирование социальной схемы в следующих объемах. Сфера образования больше 30 миллиардов рублей. Здравоохранение больше 20 миллиардов рублей. Социальная защита граждан, что касается мер социальной поддержки, как основных, так и дополнительных. Более 20 миллиардов рублей. Методом простого почета можно посчитать, что более чем на 70% наш бюджет социальный. Почему так происходит? Потому что мы в 2014 году забрали на себя область основные и трудные полномочия и обязательства в социальной сфере. Это и здравоохранение, это и сфера образования. Вы знаете, что на региональной власти лежат обязательства по исполнению указов президента, повышение заработной платы бюджетникам. И хочу вам сказать, я буквально вчера общался с председателем правительства Иркутской области, он мне заверил, что бюджетникам зарплата за декабрь будет выплачена в декабре. То есть я на памяти на своей, в общем-то, не помню такого показателя. Поэтому основные обязательства социальные, они будут сохранены. Другое дело, что потребностей больше гораздо. Это и бюджетные инвестиции в капитальные вложения для объектов здравоохранения, образования, социальной сферы. Мы знаем, что долгие годы они не финансировались. Сегодня мы, исходя из тех возможностей бюджета областного, предусматриваем средства на эти цели. Но потребности в разы выше. Я повторяю, в разы. Поэтому здесь есть такой момент, что мы сохраним на уровне прошлого года все обязательства. Но есть момент, что здесь их нужно увеличивать, эти объемы. Но мы тоже понимаем, что на 100% бюджет не может быть социальным. Тогда это не то, чтобы не бюджет развития, это бюджет выживания. И средства, финансовые ресурсы нужно предусматривать еще и на реализацию проектов. Но в большей степени, конечно, наш бюджет и в данном случае забота областной власти, конечно, на выполнение социальных гарантий. Но я здесь хотел отметить, что мы поставили и другую задачу. Переориентировать социальные обязательства. В каком плане? Чтобы у нас меры соцподдержки получали именно те, кто в них нуждается. Это прежде всего два принципа. Адресность и нуждаемость. Многие областные законы, мы их проанализировали вместе с социальным блоком, не соответствуют этим критериям. Порой те получатели, которые получают ежегодно эти меры соцподдержки, по сути, критериям нуждаемости не отвечают. И наоборот. Поэтому наша задача увеличить объемы финансирования тем, кто действительно нуждается в этих мерах социальной поддержки. И исключить тех получателей, которые на самом деле обеспечены доходами для того, чтобы нормально жить и обеспечивать себя в социальной жизни. Ну что, Дмитрий Викторович, спасибо вам большое за участие в нашем сегодняшнем разговоре. И я надеюсь, что мы еще не раз с вами здесь встретимся. Спасибо, Танцович. Буду рад по приглашению. Спасибо. Спасибо. Спасибо.